Все по-взрослому в Московской области прошел единый день голосования в молодежный парламент. За ходом выборов лидеров молодежного общественного движения в Щелковском районе наблюдали председатель Совета депутатов района Надежда Суровцева и депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Народные избранники посетили несколько избирательных участков и посмотрели, как проходит процедура голосования. Прежде всего, это школа для ребят, которые хотят дальше участвовать в политической жизни, которые хотят каким-то образом внести какие-то существенные, может быть, именно касаемые молодежи, изменения, может быть, в нормативные какие-то акты. Мы знаем, что учатся обычно через деятельность. Вот это такая деятельность, где ребята могут попробовать себя в виде парламентариев. Потом, может быть, в дальнейшем они смогут быть тех, кого сегодня изберут, и депутатами более серьезных уровней. Сегодня молодежный парламент – это наше будущее в этой сфере политической. А мы всегда знаем и понимаем, что от политики зависит очень многое. Это будущее, будущее нашей страны. И сегодня поколение молодежи не просто участвует в этом мероприятии. У них уже есть идеи, у них есть многое, чего бы хотели они видеть в нашей жизни. А это немаловажно. В нашем районе за право стать членом молодежного парламента боролись 50 кандидатов в возрасте от 14 до 35 лет. На каждом избирательном участке были представлены свои кандидаты, за которых можно было отдать или не отдать свой голос. Так каким же, по мнению голосующих, должен быть человек, избранный в итоге в молодежный парламент? В первую очередь, он должен быть серьезно устремленным и знать, что он хочет. В принципе, не только для себя, но и для подростков, для нас в том числе, потому что мы являемся представителями молодежного движения «Поколение». Выборы в молодежный парламент состоялись. В новый состав избран 21 представитель. По предварительным итогам в Щелковском районе зафиксирована самая большая явка по Московской области. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».